МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Вы на канале Крым, у вас не местные. Привет, дорогие друзья! Мы в Гурзухе. Какое сегодня? 11 сентября. Машину припарковать негде. Я там под дом припарковал, машину местную, в окно горит. Здесь паркуются местные. Здесь только местные. Ты надолго не, я говорю, я местная по работе. Ну ладно, по работе оставляй. Вообще получается двухсторонка. Но... Тут есть одно но. Большое но, потому что, если встречается автомобиль встречный, нужно сдавать далеко назад. Или ему, или тебе. Ох, мы у нас сегодня по планам показать вам историческое место. А пока улица Гурзуфа, Ленинградская. Хотели на парковку машину поставить. Вот здесь, а наверху. Вот сюда доехал. С парковки машина выезжала. Сзади подперли. Встречка тоже. Короче, тут с движением Гурзуфы такая беда. Нереальная. Вот смотрите, парковку. В три, в четыре ряда стоят машины. Ну, в общем, нереально сюда поставить машину. Здесь стокеры. Ох, привет, привет, привет. Работаешь, брат? Конечно. Привет, передай маме, папе. А где наш котик? Котик вот здесь. Вот здесь, слева. Давай покажем, посмотрим на месте. А вот оно, произведение артистического неизвестного фотографа. Ой, фотограф, художника. Приятно. Здрасте. Приятно. У них есть котик. Извините, пожалуйста, что такое у нас. Давайте, можно. Да, пожалуйста. Котик где? А где котик? Где котик? И люблю вот в Гурзуфе вот это вот. Даже люки с надписью Гурзуфа. Очень классно. Кто-то из наших зрителей собирает фотографии люков из разных городов. Да, 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 я помню. Он просил нас где-то сфоткать, не помню где. Слушайте, очень жарко. Солнце сегодня как-то прям уж очень, по-моему, сильно светит. Местный колорит, да? Да, нам вниз. Константин Коровин. Возвращение. Сегодня как раз таки день памяти этого художника, экспрессиониста. Импрессиониста. Импрессиониста. Пожалуйста, просто молчи. Пожалуйста. Ничего я не буду рассказывать. Мы идем в музей. И там у нас будет свой уникальный гид. Он будет аудиогид, скорее всего. Да. Но будет он вещать голосом того самого нашего всеми любимого Сергея Жигунова. А-а-а. Да. На входе нас встречают как раз таки Константин Коровин и его друг Шаляка. Кстати, он сейчас поет. Это Шаляка? Да. Они были друзьями. Шаляпин у него очень часто здесь бывал. Вообще у Коровина здесь много бывало и артистов того времени, и живописцев. В общем, очень много кто сюда к нему приезжал неподалеку. Чеховский домик, как вы помните, да? Совсем недалеко. Здравствуйте. Вот этот самый шикарный вид. Это место, кстати, сковородка называется. Сковородка? Вот это вот, да. Когда Коровин здесь купил это место здесь, ну, как бы деревья-то были не такие большие. Вот эти вот прекрасные кипарисы были совсем крошечными. Что-то море сегодня мутноватое. Я прочитала, что, ну, сначала Чехов тут приобрел себе домик, да, у моря со своей бухточкой. И он приглашал Коровина к себе в гости, ну, пожить, да, пообщаться, так сказать. Коровину не понравилась близость к морю, очень-очень такое, потому что его, у него вызывало это сердцебиение. Не знаю, правда это или нет, не знаю. Но такое я прочитала. В 20 метрах от музея Коровина есть гостиничный комплекс, да, ну, мини-гостиница. Я даже не знала. Оказывается, в Гурзуфе можно остановиться абсолютно бесплатно. Но, есть одно но, вы должны быть художником. Нужно отправить сюда, да, свое портфолио. Портфолио. Да, да, портфолио, пройти определенный кастинг. Информация вся есть в телеграм-канале музея. Конечно же, вы найдете внизу под этим роликом ссылку. Ну, и переходите в наш телеграм-канал. Мы уже в данный момент публикуем отсюда полезную информацию. Ну, и небольшой обзор номера. У нас тут, по-моему, третий этаж. Здесь очень красиво. Новая мебель, как вы видите, да, после ремонта. Все красивенько. С под холодильником чайничек есть. Вешалка. Санузел. Душевая кабинка. Боллер небольшой. Кондиционер. Зашли сразу так. Приятненько. Прохладненько. Горяченький, правда, помню. О, здесь общий балкон. Да, здесь большой балкон. Вот как раз-таки вход в музей. На территорию музея. Ну, а здесь для вдохновения, конечно, море. Между прекрасными кипаринцами. Тут можно картину писать, не выходя просто из комнаты. Для этого все задумано, чтобы вдохновляться. Снизу можете наблюдать, как растет инжир и уже спеет. Задумка, конечно, классная. Здрасте. Соседник? Да. Ну, и с нами по соседству творческая личность. Вот представьтесь и расскажите, как вы сюда попали. Я профессиональный художник. Рисую больше 30 лет. То есть у меня два высших образования. И пейзажная живопись – это одно из моих любимых направлений. Много картин про Крым? Про Крым, знаете, мало. Потому что я редко ездила сюда на пленэр. Я думаю, что для меня это прекрасная возможность нарисовать эти великолепные просто места. А сами откуда? Ну, сейчас я в Москве живу, вообще из Сибири. Есть с чем сравнить, знаете. А вот интересно, как вы сюда попали? Отправляли куда-то свои работы, да? Да, мне друзья посоветовали отправить работы. Я послала портфолио организаторам этой резиденции. Им большое спасибо за то, что они делают такой замечательный проект. И меня отобрали на участие на две недели. Поэтому поддержка художников – это очень круто по нашим временам. Ну, и немножко помочь техническим вопросам. Куда именно? Отправили на сайт какой-то или через телеграм-канал? В телеграм-канал. Есть телеграм-канал. То есть его можно найти, я думаю, в ссылку дадите потом. Да. И там написаны прямые контакты, кому отправлять ваше портфолио, ваши работы для отбора. Художники со всей нашей огромной страны, кто смотрит. Есть уникальная возможность, причем пролагодично, да? Да, приезжайте сюда, тут правда великолепно. Отправляйте свои работы, проходите своего рода кастинг и приезжайте в Горзу. Немножко сейчас пойдем заснимем для вас мероприятие в музей. Хотим зайти с аудиогидом, походить, послушать. Ну, и, конечно же, пойдем на набережную. Ох! Ого! У нас есть четыре, а то я только видим, четыре вида пифы. Привет, ребята! Здравствуйте! Вы с Артека? Нет, с Жемчужный берег. Жемчужный берег. Ага. Ну да, что-то я затупил. Артек же, они же там, у них форма. У них же, да, форма другая. Жемчужный берег. А это где? Это здесь? Вот и будет повод задать вопрос. В общем, такой лайв-контент. Готовится симфонический оркестр. Собирается народ. Пойдем, в музей зайдем. Цены в музей. Я застат сниму. В музей, коров, на 450 рублей. Есть система льгот. То есть, студенты, школьники, пенсионеры, многозетные, ветерановые действия, инвалиды. Льготные категории все у нас 225 рублей. Но у нас есть еще система льгот-другая. Если вы приобретаете единый билет, то есть на две экспозиции музей и какая-то выставка. У нас работают две выставки. Выставка работ учеников Коровиной, также выставка эссе «Родина нашего детства». И на любые две экспозиции будет гораздо дешевле билет. Также и на три экспозиции. Понятно. Это был абсолютно уникальный, мощный, яркий, творческий человек, проявившийся очень по-разному, не только как художник. Но, конечно, он создал импрессионизм здесь в России и, в общем, успел испытать целую блеяду прекрасных художников, которые заложили основу для всего советского искусства. КОНЕЦ Возложение от цветов. Помимо самого музея Константина Коровина есть еще вот такая выставка сейчас проводится учеников Коровина. Давайте зайдем, посмотрим. Прохладненько здесь хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Я слышала, что это картины семьи Жигуновых, да? То есть это их личная коллекция, нет? Нет, это не вся их личная коллекция. Тут есть какие-то картины, которые принадлежат Жигуновым, но в основном это взяты из частных коллекций. То, что на стенах, это все подлинники, а на стендах репродукции. Смотрите, Коровин, он же импрессионист больше, да, степени? А ученики его в такой же писали, в таком направлении? Или у него не обязательно? Нет, это разные. Не обязательно, не обязательно. Потому что многие сначала принимали этот стиль, а потом уходили от него. А все ученики в основном тоже ездили учиться за границу, кто-то в основном в Италию, во Францию. Ну, там тоже брали уроки, заканчивали какие-то курсы или какие-то художественные школы. Ну, потом в своем направлении, да? Потом выбирали свое направление, да, кому что ближе. Живопись, картины. Там мы сейчас посетили музей учеников Коровина. А сейчас пойдем в сам музей Коровина. Еще здесь есть музей СССР. Говорят, заходишь, попадаешь, как будто в 60-е годы. Ну что, еще один музей интересный. Расскажите, что у вас тут есть интересного? Ну, эта экспозиция называется «Родина нашего детства». Она задумана авторами, потому что существует такой феномен ностальгии по стране, вот, которой уже нет. То ли по стране, которой нет, то ли по тем ощущениям, которые многие из нас испытывали. Когда родители были молодыми, дедушки и бабушки были молодыми, когда можно было гулять до сосулек в рукавицах и в волосах. Когда были бесхитростные игрушки, но у всех одинаковые. Все-таки эти ощущения люди вспоминают и никого не оставляют равнодушными. Кто-то у нас тут плачет, кто-то у нас тут смеется. У меня вот такая была. А можно очень трогать их? Можно, пожалуйста. Можно запустить? Можно, пожалуйста. Да. Можно посмотреть калейдоскоп. Ой-ой-ой. Мурашки побежали. По коже. Да, от этого ощущения в руках. Какой хороший музей. Вот я люблю, когда в музеях можно... Вот стереоскоп, смотрите. Можно карточки ставить. Можно потрогать. Обратите внимание, у нас здесь представлено очень много оригиналов картин. То есть, если в музее Коровина изображение образа той эпохи, то здесь уже реализм и соцреализм. Здесь портреты советского человека. Все оригинальные. Все принадлежат личной коллекции Жигуновых. Они предоставили сюда картины из своей коллекции. Это советские художники и образ советского человека. Для сравнения с людьми той эпохи, скажем так. Можно подсказывать с ними, пожалуйста. О, да. Это вот я вспоминаю, вот такие штуки для соков были у нас в первом гастрономе. Там, где сейчас ресторан гастродвор, кафе гастродвор. Вот там раньше такими было залами. И в одном из залов стояли такие, как это правильно называется, не знаю, кувшины. Здесь у нас экспозиция вечно дефицитных товаров, которые раздавались, чтобы, как говорят, сунуть на лапу, дать на лапу кофе, чай, какао, пепси. А это все оттуда? Это все оттуда? Колготочки. Да. Да. Ну, конечно, сервант с баром. Давайте я вам свет включу. С ума сойти. На сахарине шоколадные конфеты. А где вы взяли столько экземпляров из прошлого? Вы знаете, что-то было. Какие-то более серьезные экземпляры приобретались на аукционах. Что-то приносили люди. Очень охотно до сих пор что-то приносят. Вот, кстати, можно сказать о том, что какие-нибудь ретро-уникальные вещи, чтобы вам сюда приносили. Можно. Для меня лично удивительным является вот такой экспонат. Вот. Крокодил. Это еще 62-го. Мурзилка, пожалуйста, Мурзилка. И Мурзилка есть. Журнал «Работница», газета «Правда». 62-й год, пожалуйста. Это же кого-то хранилось. У людей очень много хранится предметов до сих пор. То есть люди, только и слышишь, когда ходят экскурсанты, это у нас есть, это у нас есть, это у нас есть. То есть ведь все рабочее. Все ведь рабочее. Потому что на века делали. Делалось на века. И у людей воспоминания, опять же, все это хранится. Ни у кого рука не поднимается выбросить это все. Вот это не твоя шубка весит? Да. Очень похоже. Там еще были две ниточки и два помпона. Резиночка и варежки, да. Ну, варежки вот не помню. У меня была чуть-чуть другой расцветки. Ну, вот это называется типа мутоновая, да? Что-то такое, по-моему. Вот прям похожая. Да. Что у нас здесь? У-у-у. Тройничок. Тройной одеколон, шипр. Швачки турбо. Ну, это уже, да. Ну, это уже, да. Это уже наша эпоха пошла. А вот эти вот экипи. Представляете? Картинки. Вот она, да. Обложка на жвачку. Игра электроника, вон, смотри. Ну, погоди. Головоломка змейка вот такая тоже была. Тут можно снимать бесконечно каждую деталь. Я всем рекомендую сюда зайти и... Поностальгировать, вспомнить детство. Да, окунулся в свое детство. Очень круто. Прекрасно. Мы сейчас зашли в музей, нам выдали наушники. Озвучивает экскурсию, да, по этой экспозиции Сергей Жигунов. Первым делом, конечно, он рассказывает про историю этого места, про сковородку, почему она сковородка. Конечно, солнце палило нещадно, поэтому называли сковородкой. Что здесь было построено, когда Коровин нашел это место. Когда сюда Сергей Жигунов с супругой Викторией приехали, в каком оно было состоянии. Эти все фотки можно тоже посмотреть. И в каком состоянии все сейчас находится. Ну и продолжение экскурсии сейчас по всем комнатам. Будет нам рассказывать все. Немножечко дам вам послушать. Сергей Жигунов прям говорит в наушнике, там поставьте на паузу, послушайте. Очень всего интересного рассказывает, кто здесь был, кто посещал. Конечно, это там Шаляпин и много-много всяких других известных личностей. Итак, Костя Коровин родился 5 декабря 1861 года на Большой Рогожской улице в Москве в состоятельной купеческой семье. Дед, купец первой гильдии Михаил Емельянович Коровин, владел емским извозом, или, как говорили раньше, гонял емщину. А вот и сама Саламбу, девушка из Карфагена. Современный кинохудожник по костюмам искусствовед Мария Юреск создала костюм Саламбу по эскизу Константина Коровина. Найдите эскиз на стене, вот он, наверху, и сравните с этим нарядом. Теперь мы можем воочию видеть, как выглядели театральные костюмы, сшитые по эскизам Константина Алексеевича. Известно, что Коровин был прекрасным театральным декоратором. Он много лет оформлял спектакль Большого театра. Здесь, кстати, друзья, все оригинальное. То есть семья Жигуновых по всей России и по миру собирали вот все, что смогли достать, вот все в этом музее. Его писательский талант стал настоящим подарком для нас, потомков, потому что благодаря рассказам Константина Алексеевича мы знаем много удивительных подробностей его жизни и жизни других великих людей того времени. Здесь представлены книги Константина Коровина, вышедшие в нашей стране в разные годы. Здесь же вы можете посмотреть небольшой фильм о Коровине писателя, а также оставить отзыв. Мы, конечно же, тоже оставили свой отзыв. Потрясающе, что создаются такие места притяжения действительно в самом колоритном поселке Крыма. Но мы переходим в следующую комнату. Благодаря мемуарам и картинам, написанным здесь, на виле Саламбу, можно определить, как выглядела комната, в которой часто собирались гости. Мы по частям собрали обстановку этой комнаты, стараясь не упустить ни одну деталь. Например, Надежда Комаровская упоминает пианино марки Блютнера, которое было приобретено специально для этого места. Посмотрите внимательно, вот он у стены. И коричневые шторы, и тюль маркиза, и канделябра на пять свечей, и этот знакомый вид из окна. Давайте представим, что мы находимся здесь же, но в самом начале 20 века. Погрузимся в атмосферу того времени и послушаем голоса, которые когда-то звучали в этой комнате. Как я уже говорил, наиболее частым гостем в этом доме был Фёдор Иванович Шаляпин. Коровин и Шаляпин познакомились в молодости и пронесли дружбу через всю жизнь. В этой комнате вы можете прочитать впечатления первой встречи и самые последние тексты, которые они посвятили друг другу. Это был не просто союз двух талантливых людей. Это был творческий тандем, который внёс огромный вклад в театральное искусство 19-го и 20-го века. Присядьте на этот старинный диван и посмотрите самые яркие сцены о дружбе двух величайших деятелей искусства своего времени. А потом поднимитесь на застеклённый балкон в уголок художника. Гурзуф и весь крымский период стоят особняком в творчестве Константина Коровина. В отличие от его ранних работ, которые проникнут ищемящим чувством любви к родной природе, часто неяркой, привычной, простой, немного соврасовской, крымские картины, залиты солнцем, а не настоящая песнь радости жизни. Южная, буйная и красочная природа только усиливала темперамент художника. Будучи в Крыму, он писал много жадно, боясь упустить хороший свет, часто заканчивая работу в несколько приёмов. Он хотел, чтобы в Крыму у него всегда под рукой были кисти и краски, и даже заказал специальный ящик. Нашла Александра Куприна, но я его здесь не узнала, если честно. Тут такой вот он плотненький, такой пирожочек такой, такой хороший. А Балаклавия у него такой статный, худенький вроде как. Прям не узнала его. Так же можно приобрести книги Королевина. Это полное собрание сочинений, воспоминаний, рассказы, письма. Выпущено в этом году. Очень интересное. Можно в руки возьмут. Там, вы знаете, в третьей комнате можете посмотреть содержание вот этих вот книг. Да, я видела. Ну и всякие магнитики, фотосессия можно сделать. Ой, как там было хорошо. А здесь жарко. Смотри, мне так понравилась вот эта вот картина. Посмотри, какая дама прекрасная. Ну видно же, что она стоит вот там. Посмотри, вот где дама возле кипариса. Смотри, вот точно тот же ракурс. Ну красота же. Слушайте, зашли в магазин сувениров. Тут помимо того, что есть сувениры, мерч, тут еще есть работы художников, которые проживали вот в этой вот гостинице. Вот это июньские работы художников. Представляете, их тоже можно купить. И такие узнаваемые улочки, даже с табличкой «Сдается жилье». Это так вот по-гурзовски. Видите, люди вдохновились и написали такую красотень. Реально узнаваемое место. Так, а мы хотим что-то разыграть в телеграм-канале. Какой-нибудь, может быть, местной мерчу. Посмотрите, что здесь есть. Дождевик такой беленький. Футболочка. Влюбляйтесь, коровин. Свитшоты. С горзуфом. Счастье, творчество, любовь. Сейчас определимся. И залетайте в наш телеграм-канал. Там, конечно же, еще этот розыгрыш в разгаре. Друзья, ваше любимое совместно с сотрудниками музея будем разыгрывать в телеграм-канале. Вот такое худи. Большой размер, нормальный. Всем подойдет. А также книга, автором которой является сам Константин Алексеевич Коровин. Он был не только превосходным и величайшим русским художником, но еще и литератором и писателем. Последние годы жизни Константин Алексеевич Коровин потерял зрение, ослеп и начал писать книги. Он надиктовывал свои мемуары, рассказы, которые записывали. И теперь мы можем узнать о его жизни, о той эпохе, о его творческом пути благодаря как раз-таки вот таким литературным изданиям. Это очень интересно. И лично для меня после прочтения писатель Константин Коровин стал, пожалуй, наравне с Антоном Павловичем Чеховым. Ничего себе. В общем... Условия простые. Очень простые. Вот, пожалуйста, один победитель. Нужно, естественно, быть подписанным на наш телеграм-канал и подписаться на официальный телеграм-канал музея Коровина. Друзья, ну тут все так по-домашнему. Художники, которые попадут сюда, вам просто крупно повезет. Соляночка, салатики, компотик. Сейчас еще второе будет. Кстати, обратите внимание на... Приборок. Очень вкусно кормят, прям по-домашнему. Мы сейчас будем отсюда отчаливать. Пойдем поснимать на набережу. Ну, хотелось бы еще подытожить, да, как это место вообще обрело вторую жизнь. Буквально как Феникс из пепла возродился. Да. Музей. Жигунов Сергей тот самый. Приехал снимать здесь киноленту, которая еще, кстати, не вышла в прокат, вот скоро выйдет про Севастополь. Вот уже должна, да. Да. И ему нужно было в Бурзуфе где-то свое оборудование положить. Ну, ему вот предложили, вот, пожалуйста, сюда. Он заходит, старинное здание, все такое уже обветшее. Ну, короче, в плохом состоянии. Его это заинтересовало. Его, супруга, я не знаю там кто точно, но супруга делает тут очень большую работу. Супруга сейчас директор музея. Да, директор музея. Ну, и, значит, взял под свое крыло. То есть это все, конечно же, было муниципальной собственностью. Там выиграли грант какой-то, ну, всех нюансов не знаю. И сейчас место притяжения зашло. Я говорю еще, фильм еще не вышел, да, в прокат, а музей уже функционирует. Как вот сложилось одно, второе, да? Вроде бы должна была быть художественная кинолента, а еще и музей. Вот таких бы людей побольше в нашей стране. Спасибо огромное. Которые вот дают вторую жизнь истории. Да. Нам так понравился. Слушайте, ну у нас ябалка. Да, что? Мы будем в любую погоду. Что нам его просто взяли и подарили. Но его мы, к сожалению, не разыграем. Купаться сегодня не будем. Море мутноватое, штормит. Мы такое не-не. Но сходить сюда, поближе к бухточке, я очень даже хочу. Здесь находится база стоянка малых судов, прокат катамарана в 1000 рублей и вот такой спуск. Я не знаю, мы спустимся или нет здесь, давай попробуем. Ну а как же туда выходят, конечно. Ой, как прикольно. Смотри, тут даже нарисован маяк. Здорово. Меня не отпускают. Тебя не отпускают. Можно туда пойти. А что там интересного? Пошли, пошли. Прокат катамаранов 1000 рублей в час. Да, вообще очень классно в Гурзуфе здесь арендовать сап или пойти в тур. Вместе, ну кто сдаёт сапы, да, у них есть тур на рассвет, на закат. Да, рассветный тур, это круто. Вообще классно, когда ещё море, штиль. Запоминается на год как минимум. Друзья, Касса Моркорта. Информация. Значит, кому видно, ставьте на паузу, почитайте. Кому не видно, сейчас озвучу. Понедельник и четверг в Ялту отправление. Значит, 1500 или 900. Почему две цены? Потому что в одну сторону, наверное. Вот тут я смотрю, 1500 и 900. В две стороны 1500, в одну 900? Понятно. На Карасан утёс, мыс Плака. На Утёс Карасан 1200 и 700 рублей. Мыс Плака 1200 и 700 рублей. Вторник и суббота. 10.50 в Ялту в одну сторону, 700 и 500. Остановка в Ялте на три с половиной часа. Дальше и есть ещё маршрут для ластичкового гнезда. 1700 или 900 в одну сторону. Мыс Плака тоже, мыс Плака. Вечерняя Ялта в 7 часов вечера. В Ялту вечернюю можно попасть на два часа. 1500 и 900. И среда, пятница. Тоже в 10.50 отправление. 12.40, 14.05. О, всё то же самое. Ничего не пойму. Уже и написали бы на всю неделю. Воскресенье. В одну сторону. Нет, 750 на взрослый детский билет, наверное. Да, взрослый детский билет. Пока разобрался, блин. Такой график, капец. Понедельник, четверг, вторник, пятница. Что ты, Юля мне коралки подбирает. Я уже нашла всё. На маркетплейсе. За 1000 рублей, посмотрите, как они выглядят. Прикольные такие. Я у мужика увидел, Юля сразу нашла. Она вообще шарит, блин, капитально. А вот только что-то увидит, сразу находит в интернете. Солонка с перечницей. Мне уже пришли, как со Скайбич. Я уже рада. У меня уже всё есть. Рыба в холодильнике. Смотри, как хорошо. Класс. Смотри. Пойдём туда, наверное, пересадим. Охренеть. Это Буланово? Это Королёва. А, Королёва. Жёлтая тюльпана, ма. О, да Лара показались. Смотри, на них солнышко падает. Красота. Давай, фоткай. Пойдём только вот сюда пройдём. Я понял. О, вау. Скажи, чтоб забрала. Арифонка вот домой. Ах, Горзов. Так, спасатели начинают напрягаться. Море начинает волноваться. За детьми нужно следить. Это правильно. Папа только. Надо миг больших. Деревянные? Интересно, вот эти вот лежаки, они платные? А что тебя смущает? Деревянные, ободранные где-то. Если они деревянные, так это экологичнее, чем на пластике лежать. Ну, логично же. Раньше топчаны, вспомнил, у нас все были деревянные. Всегда. Такие вообще без ножек. Вот были плоские, вот как дорожка, только ещё с приподнятой для головы территорией. Мужики, ставим лайк за кадр. Я говорю, что, Вячеслав, не снимаешь? Так хорошо, вот люди отдыхают. Кто-то идёт, кто-то сидит на лавочке. Кто-то вот, как мы, сейчас подойдёт и посмотрит на пляжи с двух сторон. Красота же. Давай, подойдём, посмотри. Смотри, Адалары сейчас светятся прямо. На них солнечные лучики попадают красиво. А джиневестка я, она тёмная. Смотри, вот смотрящий тоже товарищ. Привет, Валера. Как ты тут? Валера! Это мы тебя чебуреком зимой кормили. Валера, иди ко мне сюда. Это уже потомок, наверное, того, кого мы кормили. Сколько чайки живут? Кстати, не знаю. Ребят, кто смотрит крымчанина? Ну, наверняка многие из вас смотрят, но никто его не видел в лицо. А мы её уже видели много раз. И вот сегодня Юлю осенила. Мы заходим в музей, а там фотка Шаляпина. Юля говорит, посмотри, точно копия крымчанин. Ну, не копия, но очень похож. Если Сергею сделать такой типаж, как в те времена ходили, шляпу и зонт. Блин, ну это будет один в один. Ну, я вот реально ему фотку скину. Один в один шляп на один. А он противится? Говорит, что нет, он не похож. Нет, жена говорит, не похож. Жена говорит, на Жерару де Пардье похож. Да какой де Пардье? А были ты Шаляпин, ё-моё. Ну, конечно, по традиции, самая коваритная улица Горзова. Да. Ленинградская. Я хочу узнать, где кот, который всегда в Вазе тут спал. Белый, куда дели. Мы уже сколько приезжаем, а фон нет. Это может под вечер выйдут. Он там круглосуточно, по-моему, спал. Здесь тоже жизнь кипит. Смотри, тут даже туманчик пускают. Классно. В общем, что хочу сказать. В Горзуфе жизнь кипит. Продолжается сезон, люди не собираются домой. Люди отдыхают. Красота здесь, конечно. Есть куда сходить, что посмотреть, где покупаться, где покушать. Да, не забывайте, что здесь есть ещё природная достопримечательность. Это гора Болгатура, на которую вы тоже можете сходить. Там будет шикарный обзор на 360 градусов. Весь посёлок видно со всех сторон. Да, и новую, и старую часть. Старый город. Я вспомнил. Ты моя зайка рыжая. Фу, друзья. Жара реально, как в августе. В этом году самый жаркий месяц был. Это июль. Просто пекло такое было. Август чуть-чуть поменьше. Да, жары на сентябрь такой же, как август. Наснимали для вас. Такой вот сегодня исторический и творческий контент. Теперь вы знаете про Гурзуф немного больше. С вами были Крымозами Места. Приемля и слава. И, как всегда, из Крыма сегодня был прекрасный Гурзуф. Приезжайте, вдохновляйтесь. И до новых встреч. А в телеграм-канале участвуйте в розыгрыше. У нас уже там два. Второй тоже сегодня совместно с Министерством Курортов и Туризма Крыма тоже проводим классный большой розыгрыш. Посмотрите, обязательно будет в закрепе. И, кстати, местная Чайка живет до 25 лет. Представляете? Интернет. Большая библиотека.